Никогда не умел с двух дублей что-то делать. Только с первого раза. А если с первого не получается? Все, я теряю интерес полностью. У меня либо это должно получиться, либо я лучше подготовлюсь к этому. Очень долго, но сделаю с одного дубля. А завоевание женского внимания у вас тоже с первого дубля? Если нет, то тоже теряете интерес? Да. То есть если вам сразу не отвечают заивностью? Угу. И вы никогда в жизни никого не добивались, не бегали? Нет. Никогда. Разочарований не испытывали, любовных мук. Вы знаете, нет. Вот почему-то то ли так получилось, то ли... То все складывалось как-то, оно вот выливалось. И ты понимал, что ты часть чего-то, что должно произойти в частности. Но не было такого, что вы имеете в виду. Я знаю, о чем вы говорите. Восточные мудрецы некоторые говорят, что настоящая любовь бывает раз в жизни. Вы были женаты, ну, три раза, да? Ну, во-первых, я не восточный человек. Я все-таки православный. И близок к... Здесь другая немножко философия того, что ты можешь упасть, встать и пойти дальше, отряхнуться, снова упасть, отряхнуться и пойти дальше. И я все-таки близок к этому. Потому что если ты существуешь в состоянии любви, чего мне необходимо? Вообще вот жить в состоянии любви, испытывать это состояние любви, значит ты... Ну, как можно сказать, что ты вот постиг любовь однажды всего лишь? Видимо, не это, да. Я знаю, что я счастлив сейчас. Я знаю, что это настолько безумное счастье и любовь, когда ты каждый день просыпаешься в течение 6 лет и видишь улыбающуюся мордочку, которую целуют с утра и говорят любимой. И она все время улыбается, все время. Она не может не улыбаться. Ну, не может быть же все идеально, как в сказке. Это же жизнь... Далеко не идеально, конечно, что. Бывают такие моменты, как у всех. И все равно Наташа улыбается. Именно, да. У нас как-то вот вдруг... Мы оба улыбаемся с утра. И с этого начинается любой день. А там, как он пойдет, уже это как получится. А есть какой-то вот памятный яркий момент? Не знаю, может быть, это ваша встреча, это вот самое в ваших отношениях. Самый такой яркий день. Нет. Такого нет. Все журналисты почему-то хотят услышать вот конкретику, да, в таких вещах. Она как-то либо потом придет, потому что каждый день напитан... Дайте попробую вам объяснить, я это объясняю все время, но почему-то никто не хочет меня услышать. Может быть, вы услышите все-таки. Ты когда живешь полной жизнью полноценной, из каждой секунды ты вытягиваешь все доброе, все хорошее, рыбки, непрекрасное, это чудо. Ну, то, каждый день становится из тебя таким очень памятным, реально. И ты благодаришь Богу в конце, что спасибо тебе вот за этот день, за прекрасный день. И оно все ценное для тебя. Но апсеты все, я даже не знаю, что можно сказать. Я имею в виду, например, если... Ну, венчание для меня, конечно, явилось очень большой, серьезной историей в жизни. А как вы решались? Насколько долго, да, скажем, на это событие? Никак не решал. Вот как-то взяли и пошли. А потом только поняли. Ну, мы уже пришли к этому, потому что я знал, что без этого человека я не могу дышать, как она без меня. А, допустим, я вообще был против браков. То, что не устраивало вас, да, скажем, вот, вообще сам? Женщина, она просто в ее природе жениться, выйти замуж. А для мужика эти бумажки, они нафиг не нужны. И близко не нужны. Но, когда я услышал, когда мне батюшка сказала гениальную вещь, что ты понимаешь, что, вот, допустим, если ты не хочешь жениться, то ты все время даешь заднего. Ты как, в принципе, как какой-то трусишка. Это не потому, что ты хочешь или не хочешь. Это потому, что на тебя вкладывается забота о человеке, и ты уже не принадлежишь сам себе. Я подумал, что я все эти годы, я действительно делал все, что хотел, и не принадлежал. А для дорогих людей я терял их просто-напросто. Потому, что ты в ответе кого-то приручил. Это святой закон. И первое, что пришло, это я не хочу потерять этого человека. Второе, чтобы сделать просто прекрасно, чтобы было хорошо. А когда я ей хорошо, мне вдвойне это, потому что меня радует, когда я вижу улыбку на лице. И в конце концов, я уже достиг какого-то возраста, где надо понять, что ты должен отвечать. Тем более за близких к себе, любимых людей. Это за родителей, за сына, а тем более за свою любимую жену. И надо уметь отвечать. Вообще, когда ты не в ответе за кого ты приручаешь, то ты теряешь этих людей. Потому что ты должен в ответе за кого ты приручал, за кого ты любишь.